За дочек своих, за внучек, за друзей, я смотрю, здесь коллектив у нас большой. Вы уже заметили, наверное, жюри готовы огласить результаты. Вернулись мы все. Просим внимания. Давайте организуемся. Итак, давайте снова поприветствуем наших замечательных участниц здесь. На сцене Розалина Аипова, участница под номером 1, Айгуль Гималова, Лилия Зандиханова, Лайсян Камальдинова, Гульнара Настеева, Лилия Хамедшина, Венера Хасанова, Галия Хайбуллова, Лайсян Хайрулина, Регина Гисамуддинова, Айгуль Шайхатарова. Я думаю, выражу не только свое личное мнение, но и мнение всех присутствующих здесь. Низкий вам поклон за ваше явство. Чрезвычайно было вкусно, интересно, кто со мной согласен, аплодисменты. И в ответ от нас, собственно говоря, вот первый презент, та самая интрига, о которой мы с вами, я уже заикался. Прошу встречать аплодисментами здесь с нами заместитель директора по рекламе и маркетингу клиники здоровья и эстетики Нины Березиной Елены Корунковой. Аплодисменты. Добрый день, дамы и господа. Рада всех приветствовать в этом чудесном месте. Участницам отдельное спасибо накормили, напоили. Просто нет слов, какие были чудесные столы. Как приятно было наблюдать за вами, за вашей красотой, за вашими талантами, за вашим гостеприимством. В свою очередь от лица клиники здоровья и эстетики Нины Березиной я хочу, чтобы вы всегда были красивы и здоровы, чтобы ваши семьи были красивы и здоровы. Поэтому всем участницам сегодня мы дарим подарочные сертификаты на услуги клиники. Будем вас всегда рады видеть у нас, чтобы вы были здоровы и красивы. А на финале для нашей самой главной Татар-Кызы мы подарим дополнительный сертификат, чтобы Татар-Кызы всегда была прекрасна. Поздравляю вас с этим праздником. Будьте красивы и здоровы. Спасибо вам за подарки, аплодисменты. Еще раз я прошу. Вот так сюрприз. Я хочу вас обрадовать, это еще далеко не все. И это только начало. Я прошу снова приветствовать здесь на сцене ресторатор, директор ресторана этого замечательного Сахара Татьяна Александровна. Преображенская аплодисменты. Добрый день. Мы в очередной раз рады тому, что кулинарный этап конкурса Татар-Кызы проходит в ресторане Сахара. Если честно, очень трудно определить, настолько все девушки и красивы, и дымовиты, и умелы. Мы попробовали все ваши блюда. Выбор сделать очень трудно. И все-таки, учитывая разные показатели, критерии, мы хотели бы от ресторана Сахара подарить приз зрительских симпатий, сертификат на 3000 хайбуловой гилье. Спасибо. По-моему, и еще жарче. Я прошу аплодисменты. Ведь баллы и коллективные решения, оно очень сложное. А зрительские симпатии — это главное, я думаю, что надо заслужить. Понимаете? Я продолжу и вручу слово уже для оглашения предварительных, скажем так, результатов, которые, ну, не все, наверное, скажет, конечно, сохранить снова тайную интригу. Депутат Законодательного собрания Ульянской области, президент благотворительного фонда СНБР, Фарид Аюпов, аплодисменты. Добрый вечер еще раз, уважаемые участницы сегодняшнего конкурса, уважаемые жюри, уважаемые гости, болельщицы, мамы, бабушки, друзья, все, которые пришли поболеть за сегодняшних участников. Да, сегодня вы действительно порадовали всех нас, действительно, блюда были очень, очень такими, я бы сказал, колоритными, очень вкусными. И действительно, они, как бы, вы сегодня достойно представили, я считаю, золотую, наверное, такую коллекцию татарской кухни. И тем более мы даже видели, как некоторые демонстрировали, как, я думаю, что вы все это готовили собственными руками. Мы в этом нисколько не сомневаемся, потому что те вопросы, которые мы у вас такие тонкие спрашивали, вы на все ответили. И поэтому мы, в принципе, в жюри очень довольны сегодняшним конкурсом, тем, как вы сегодня достойно сегодня выступили. Конечно, трудно было определить в такой ситуации победительницу. Я напомню, что во время прошлого этапа мы победительницу не определяли, а определили финалистов, которые будут выступать у нас в заключительной части. И мы, как бы, там определим. Ну, чтобы вы с самоварами туда, как бы, не шли, мы решили все-таки победительницу сегодняшнего этапа определить здесь. И, конечно, у нас состоялись очень такие споры. И я вам скажу, что победительница была определена буквально там с минимальным количеством голосов. В основном все выступили очень-очень достойно, действительно. И самые жаркие у нас споры были между Хайбуловой Галией, которая очень достойно провела видеопрезентацию, и Гемаловой Айгуль. Но после долгих-долгих споров и обсуждений победительницы сегодняшнего этапа конкурса гостеприимная Татар-КЗ у нас объявляется Гемалова Айгуль. У нас награждение, Айгуль, состоится в финальной части нашего конкурса, и лента гостеприимная Татар-КЗ будет вручаться в финальной части. А сейчас попрошу несколько слов, Айгуль, что ты чувствуешь, и как тебе удалось после, скажем, не сломаться после первого этапа, и сегодня очень-очень достойно на высоте выступить и очаровать многообразием блюд, и они действительно были очень вкусные. И как ты спела с мамой собственное сочинение песни, конечно, это очаровало жюри. Можно выращаться? Я лучше по-русски вам скажу. Ну, вообще, я начну с того, что у меня очень много друзей, и всегда в течение недели у меня приходит такой поток людей сменяется через мою квартиру, я как бы живу отдельно с подружкой, и у меня подружка всегда удивляется, как у тебя столько сил хватает принимать гостей. Потому что бывают даже такие случаи, когда друзья приезжают из разных городов, им негде остаться, я всегда говорю, да, вы можете у меня остаться. Потому что это прививается с детства, когда ты видишь, как твоя семья встречает гостей, ты видишь, как мать, которая принимает гостей, гостям дает все самое лучшее, когда ты садишься за стол вместе с гостями, и ты думаешь, откуда все это? Ну, я думаю, это очень свойственно всем татарским семьям, потому что все делают таким образом, что даже когда гость приходит, мы говорим, мы гостя положим на кровать, а сами ляжем на пол. То есть вот, и это все, я думаю, прививается с детства, и всегда, мне очень приятно, я хочу сказать. Давайте, давайте, еще раз, еще раз, Агин, спасибо. Ну и заодно поаплодируем. У нас все остальные участницы заняли достойное второе место. Давайте поаплодируем всем остальным участникам. Спасибо, хорошая колечка. Спасибо, спасибо, и еще раз, участница, аплодисменты, и всем-всем, низкий вам поклон. Действительно, чрезвычайно приятно. Мы, вот, не знаю, снова скажу, что не только свое мнение выражу, но и мнение каждого члена жюри вот сейчас побывали в гостях у каждого. И оценивали мы тоже по этому принципу. Вот, значит, был момент, когда мы отключили все эти цифры, которые там, баллы были проставлены, и пытались понять, кому же из вас, красавицы, мы бы пошли в гости в первую очередь, кому захотелось, да? Всем хочется, все, куча мнений разных, вот. Ну, в общем и в целом, примерно такие результаты, тем не менее, это еще не вся градация, там, как бы, мнений много. Это не самое главное. Понятно, что вы доказали, что вы самые гостеприимные красавицы города Ульяновска-Татарский. Аплодисмент с вами в семье Еферска. Давайте поблагодарим и членов жюри за то, что... Отведали. Угостились. Это я все шучу. На самом деле, это ответственность. Надо было принять решение ответственное. И вот сейчас самое время снова вас всех пригласить. Пригласить на финал этого первого, хочу сказать, нашего конкурса. Всех друзей, группу болельщиков зовите сами в лучшей форме, приходите. Финал конкурса «Татарка-2016» 8 апреля. 17 часов в Дворце творчества детей и молодежи на улице Минаева, дом 50. Это раз. Значит, кроме этого, есть у нас великолепный шанс встретиться на караоке-вечеринке 5 апреля накануне. Можно будет распеться предварительно перед финалом в караоке-клубе «Барон». 5-го в 18.00. Караоке-вечеринка в клубе «Барон», друзья. Ну и наш вечер подошел к концу. До скорых встреч, друзья! Всех поздравляю! До скорых встреч! Друзья, это не значит, что мы все уходим. Мы можем, собственно, наверное, еще попить чаю, да, Татьяна Александровна? Посидеть, попить чаю, пообщаться. И снова, если есть вопросы, можем, собственно говоря, обсудить. Хотя здесь, как бы, вроде бы все понятно, но тем не менее. Хорошо? Мы открыты. Жюри здесь, члены ждут ваших вопросов, если они есть. Женщик, пожалуйста, дети. Субтитры создавал DimaTorzok